Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и сегодня мы обсудим последние новости мира танков и не только. Новости эти в основном все с VGFest. Я прекрасно понимаю, что я уже припозднился с ними, уже все мои коллеги сделали видео на эту тему. Да, ну что поделать, я пока, ребят, все еще на больничном, поэтому не могу быстро реагировать на все тренды и делать, как раньше, видосы в течение пары часов. Поэтому данное видео, наверное, больше не информационное, а такое, ну для тех, кому интересно мое мнение услышать по данным вопросам. Я постараюсь не занимать у вас много времени, по возможности просто расскажу про каждую новость и буквально пару слов от себя добавлю. Самое, наверное, такое интересное для большинства это анонс нового проекта от VG и 1С под названием Калибр. Что из себя будет представлять данная игра пока крайне слабо понятно. Ясно, что это будет шутан от третьего лица с тактикой, там будет спецназ, все такое, спецподразделения, будет PvP, PvE элементы какие-то. И больше всего это напоминает какой-то Division пока так на скидку пополам с Rainbow Six X, что уже многие, кстати, сказали, но я, в принципе, поддерживаю. На самом деле, мне кажется, это не самая лучшая идея, то есть тут как посмотреть? Смотрите, ребят, вообще ниша шутеров от первого лица, ну вообще ниша шутеров, да, фри-то-плей, она практически свободна. Потому что что у нас есть там? Warface, да, которая уже, во-первых, старая игра, во-вторых, она испортила отношение к себе донатом от Mail.ru и так далее, там коробками удачи, которые уже стали мемом по сути давно. И все, то есть у нас кроме Warface ничего и нет. Я хочу подчеркнуть, бесплатные шутеры. Понятно, что есть Battlefield, что есть Call of Duty, что есть CSGO, что есть еще там проекты, но именно бесплатных игр почти нет. Герои-генералы, там, небольшой онлайн, там, какие-то Survarium, там, не к ночи будь помянут, это вообще отдельная песня. То есть просто, ну, ниша, по идее, пустая, и то, что в WG решили в нее залезть, в принципе, это правильно, это логично. Только я не понимаю, почему они решили, во-первых, делать от третьего лица шутер. Дело в том, что вообще шутеры от третьего лица, именно шутеры, не экшены, а шутеры, это изобретение, которое, по сути, на консолях появилось. Ну, наверное, самая известная игра в этом жанре, да, которая стала, ну, не то, что родоначальником, она была не первой, но просто она именно сделала этот жанр популярным, это, этот, как он, Gears of War. И я, допустим, никогда не понимал, почему Gears of War так всем нравится, то есть я играл первую-вторую часть на Xbox, прошел лобби, прошел по принципу, ну, блин, раз уж есть, надо пройти. Я так и не понял, почему эта игра хорошая, почему все говорят, что она хорошая, по мне, это, ну, очень-очень посредственная фигня какая-то. А уж делать, как бы, многопользовательский проект в таком жанре, я не знаю. У нас, по-моему, в России, ну, не только в России, в русскоговорящих странах больше любят, все-таки, игры, шутеры от первого лица. Когда ты, как бы, вид из глаз, и ты погружаешься, как бы, да, ты чувствуешь своего персонажа. От третьего лица у нас просто не так популярно. Поскольку, говорю еще раз, данная игра, она так вот, навскидку пока, по той информации, которая есть, сильно напоминает Rainbow Six Siege и Division, то тоже у меня, как бы, ну, сомнения есть, потому что ни та, ни другая игра, она особо не зашла у нас на рынке. То есть, тут, конечно, дело, может быть, в том, что игры были не дешевые, то есть, да, тот же Six стоил 2 косаря на релизе. То есть, цена Battlefield серии, да, тогда Battlefield 4 была еще, ну, не была еще первой. Ну, короче, да и первую даже можно купить, даже первую за косарь недавно можно было купить на Черной Пятнице на распродаже. То есть, люди просто не понимали, почему они должны покупать какой-то камерный шутер, ну, а-ля CS GO, только чуть более замороченный, по цене батлы. То есть, и, видимо, ну, из-за этого такой был низкий онлайн. Кроме того, там были проблемы с читерами. Но там-то хотя бы от первого лица была игра. Если взять Division, то он вообще не особо зашел у нас. То есть, я не помню, что были какие-то цифры онлайна высокого. Его Division обосрали, по-моему, все рецензенты, да, все СМИ игры журовские. Ну, как, не то, что прям совсем обосрали, но никто не воспалял, кроме Логвинова, ну, там, понятно все. Никто этот Division не воспалял, и он не особо зашел. То есть, да, некоторым он понравился, но их мало. Вы поймите то, что для такой игры, вот от WG, ну, массовой, для нее важна, ну, большая аудитория, что была привлечена. И у меня есть большие сомнения, что этот проект, он будет популярен как танк. Да даже как корабли, на самом деле. Вот не уверен я просто. В общем, я не особо люблю, еще раз говорю, шутеры от третьего лица. Я не сказать, что сильно его жду, но если он выйдет, я, конечно, посмотрю, что он из себя будет представлять. Но, еще раз говорю, мне кажется, WG тут немножко, ну, не туда полезно. Им надо было делать что-то более аркадное такое, возможно, да, от первого лица. Что-то такое, ну, вот, более знакомое, наверное, большинству людей. И тогда шансов на успех, наверное, было бы больше. Но, в любом случае, это, ребята, только мое мнение. Может быть, я ошибаюсь. Такая вот первая новость. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу калибра. И парит ли вас, что это будет от третьего лица игра. И вообще, что вы от нее ждете. Дальше, ребята, в WG анонсировали новую ветку немецких тяжей. Причем, там, они сделали ее так, что еще старую ветку переделали. То есть, теперь будет как там, WK-100-01P, Maushin и Maus. А вторая ветка будет WK-4502, A, WK-4502B и WK-7201, который сейчас выдавался за глобалку. Ну, там колеб он же, да. Конечно, многие немцефилы ждали. И я считаю, этой игре никогда не повредит еще один тяж топовый. Но мы все прекрасно знаем, что тяжи сейчас, мягко говоря, не самый популярный класс. Да и особенно такие классические тяжи. Да, там, E-100 он еще живет благодаря тому, что у него хорошая альфа. Тем более, его там, что-то апы собрались. Но суть-то в том, что вряд ли эта ветка вызовет фурор какой-то, знаете, и все начнут ее качать. Ну да, конечно, те, кто любит немецкую технику или те, кто любит тяжелые танки, они, конечно, прокачают. Но большинство людей, наверное, просто забьет. У нас сейчас в моде барабаны, у нас в моде адское пробитие, у нас в моде маскировочка. В общем, все, что мало имеет общего с классическими, олдскульными, хтоничными немецкими тяжами. Дальше ВГ анонсировали легкие танки 10 уровня. Тут у меня, честно говоря, уже смех был истерический, потому что ВГ говорили, что они никогда не будут делать легкие танки 10 уровня. Так же, как они когда-то говорили, что они не будут делать ПТ-10, СТ-10. Ну, мы уже не удивляемся. Вообще, я не против, то есть, легкие танки класс довольно интересный, хотя я не фанат, но тем не менее, то есть, там бывает интересный геймплей. Проблема в том, что у нас, если растянуть, вот говорю, ЛТшки до 10 уровня, их надо будет немножко нерфить, потому что сейчас их балансит на уровень ниже. И если мы возьмем какой-нибудь Т-71 или Бульдоги, представляете, его будут кидать как обычный танк. То есть, ну, я так понимаю, что если будут ЛТ-10, то уровень боев нужно будет понижать, иначе у нас, если у нас сейчас ЛТ-7 воюют с десятками, ЛТ-8 воюют с десятками, а там, ну, если ведут ЛТ-9 и ЛТ-10, согласитесь, надо как-то, ну, что-то думать. То есть, иначе будет тупо, если все, там, начиная с 7 уровня, будут воевать практически в одинаковых условиях. Поэтому, скорее всего, они захотят ЛТшкам сделать обычный уровень боев, и по-любому их надо будет нерфить, потому что, я говорю, тот же Бульдог или Т-71, представляете, что он в топе окажется против семерок, он же просто порвет всю команду. То есть, ну, очевидно, что ЛТ, несмотря на то, что у многих из них, там, проблемы с пробитием, они все равно мощнее, чем одноуровневые танки, да, особенно в грамотных руках, поэтому надо что-то делать, а если будут их нерфить, то это будет куча война, потому что, ну, я люблю Т-71, и не хочу, чтобы вы нерфили, понимаете, то есть, просто совершенно не хочется мне этого. Поэтому тут такая вот ситуация, я не знаю, как они будут из этого выходить, да, но им надо хорошенько будет подумать, потому что, говорю еще раз, нерфы у людей вызывают истерику, как правило, сейчас, а не нерфить их нельзя. То есть, тут надо либо как-то будет седьмые уровни, там, поднимать на восьмой уровень, может быть, восьмые на девятый, как-то так что-то вклинивать туда, как бы, в начало ветки, может быть, что-нибудь. Короче, сложно, ребят, сказать, но в любом случае новость это, опять-таки, неплохая, и в целом ЛТшечки десятого уровня будет интересно посмотреть, главное, чтобы ВГ не обделались тут. Также они проанонсировали новый балансировщик, который будет в песочнице, где будут каждого типа танки, как бы, подбираться под каждый тип, то есть, ну, вы все знаете, что у нас сейчас часто бывает ситуация, когда в одной команде в топе арта, две арты, во второй тяжи вместо арты, там, вместо СТшек ПТшки, и получается, что одна команда, там, вообще ничего не способна, там, на химках у одной команды, там, 3 Е сотых в топе, а у другой, там, два Т-92, и один, там, я не знаю, батчат 155-158, да, и получается, что у одной команды есть ударный кулак из тяжи, а у других никого нет, то есть, ну, вот такие вот моменты, они, конечно, странными могут, или показаться могут, да, или, например, в одной команде у нас куча ПТ, в другой СТ, в итоге одна команда уходит в анальный деф прямо, ну, вы знаете, в чем рассказываю, все знаете и без меня, ну, я веду к тому, что это давно надо было сделать, потому что в такой ситуации, говорю, когда твоя команда, ну, не, как бы, обделена, скажем так, топовыми танками, или что-то не так, это сильно бесит, то есть, по сути, еще в самом начале, да, боя уже понятен исход, это неправильно, то, что ВГ решили это исправить, это хорошо, также по поводу песочницы, они тут поделились своими, скажем так, планами, да, тут будет переработка арты, будет максимум 3 арты на команду, и ее собрались еще там переделывать, это уже, конечно, не смешно, уже сколько лет это длится, но то, что 3 арты, это, конечно, я поддерживаю, потому что, по мне, даже 3 арты, это очень много, то есть, максимум 2 надо, 3 это много, то есть, если городская карта, то 3 арты, это еще может быть нормально, но вот на каком-нибудь Прохоровке, ну, если 3 топовых арты, ну, все равно там стоялого будет, то есть, потому что любой тяж понимает, что, ну, 3 арты или 5, если они будут по нему все стрелять, он все равно помрет, то есть, ну, шансов выжить нет, поэтому тут, как бы, 3, это, конечно, лучше, чем 5, но это все равно много, как по мне, то есть, надо максимум 2, тогда будет, может быть, немножко попроще. Что касается переработки, тут пока что-то сложно сказать, ну, будут какие-то там механика оглушения, которые они уже тестировали, да, в песочнице, ну, в общем, будет вот песочница 2.0, там посмотрим, пока это все так, то есть, как бы, будут какие-то еще там, они обещали, временные расходники, которые будут, но можно будет много раз использовать, в общем, не знаю, пока все это так, знаете, вилами по воде писано, хрен поймешь, что они хотят, будем надеяться, то, что будет годнота, вот, ну, зная ВГ, конечно, можно сразу же предполагать, что все не так гладко пройдет, как хотелось бы, но я надеюсь, что все-таки им удастся осуществить, скажем так, свои замыслы, потому что, конечно же, в танках баланс нужно уже давно переделывать, они это понимают, только вот не получается. Также по поводу HD-карты, монастырь, где они показали, так, все красиво, рушится там, то есть все, ну, вообще, мне, как бы, на графику в танках вообще абсолютно положить, то есть, если бы я, допустим, не делал видосы, я бы вообще играл на минимальном рендере, на самом, с графикой 2010 года, потому что в онлайн-играх, ну, никто никогда не смотрит на графику. Онлайн-игры, это соревновательные игры, и здесь важен результат, и если графика, допустим, мешает получить результат, то, ну, как бы, вряд ли будет тот ее включать. Ну, кто играет давно в какие-то онлайн-игры такие, да, особенно если серьезно, он не даст мне соврать. То есть, если даже будут вводить вот этот новый, типа, там, какой-то, типа, хавок у них такой, правда, ну, чисто визуальный, то есть там все будет рушиться, все равно все статисты это будут выключать, потому что это будет мешать, это будет все, когда со всех сторон все падает, рушится, это будет мешать выцеливать, это будет раздражать, как бы, ну, серьезных игроков, поэтому данная фича скорее для привлечения новых каких-то игроков, может быть, или для тех, чтобы, для того, чтобы старых игроков вернуть, кто именно, кому графика важна. Ну, черт его знает. Это, ребят, неплохо, то есть в целом, да, улучшение графики, это неплохо, главное, чтобы не получилось так, что понадобится компьютер за 3000 долларов, чтобы это запустить. Потому что, ну, с оптимизацией в танках все, конечно, сейчас не так уже плохо, как раньше, но далеко от идеала. Также в ВГ сказали то, что налог Google они будут гасить сами, то есть, кто не в курсе, да, это вызывало слухи, то, что донат будет дороже стоить, но в ВГ решили этого не делать. Ну, у них просто выхода, на самом деле, не было, если бы ВГ не взяли этот аналог на себя, их бы снова начали говном поливать, потому что, ну, и так донат в танках, мягко говоря, не дешевый, да, хоть они и привязали курс доллара к 55 рублям, но все равно это очень дорого, то есть, если когда-то премиум аккаунт стоил там 300 рублей, сейчас он стоит 550, почти в два раза больше, а если бы еще цена выросла, ну, просто бы начали все кричать, что, мол, что за херня, поэтому ВГ взяли его на себя, ну, это правильный шаг, я респектую им за это, но, по-моему, у них просто тупо выхода не было, мне кажется, иначе бы их, мягко говоря, по голове не погладили. Ну, и последняя новость еще, то, что антивирус Касперского будет представлять из себя версию World of Tanks Edition, вообще, это какая-то нездоровая фигня, то, что у нас все World of Tanks Edition, там, новый УАЗик World of Tanks Edition, Касперский World of Tanks Edition, там, тариф от Ростелеком, там, игровой этот и так далее, ну, в принципе, ничего плохого в этом нет, я сам пользуюсь Касперским, да, правда, у меня он идет вместе с моим тарифом у провайдера, да, антивирус, в принципе, неплохой, он, наверное, один из лучших в наше время, ну, сейчас, конечно, начнется опять срач, кому что нравится, у каждого из них есть свои плюсы и минусы, я и Доктор Вебом долгое время пользовался, сейчас пользуюсь Касперским, в принципе, меня он устраивает. Ну, будет прикольно, на самом деле, если, допустим, будет входить премиум аккаунт, там, покупаешь, грубо говоря, годовой, там, подписку у Касперского, получаешь, там, премиум танка, что-нибудь такое, может быть, будет, может быть, будет давать какой-нибудь премиум танчик, но, в любом случае, как бы, ничего плохого в этом нет, это, ну, небольшая такая халявка, еще раз говорю, Касперские делают, в принципе, нормальные темы, и, ну, тем, кто пользуется, допустим, и так продукцией, да, этой компании, которая сделала этот антивирус, то какие-то плюшки в танках, я думаю, не помешают, кому не надо, ну, не надо, значит, обойдутся, кому надо, пускай пользуются, чё, мы этот, ну, ударенному коню это в зубы не смотрят. На этом на сегодня все, ребята, такие вот последние новости, постарался коротенько по возможности, спасибо вам всем за внимание, еще раз говорю, сори, то, что так вот припозднился, ну, что поделать. Пишите свои комментарии, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, всем до скорого, ребятки, всем пока.